Люда, мы пьем за тебя. Люда, мы за тебя пьем. Я с очень большим уважением пришел сегодня к вам на этот юбилей 75-летний, когда вы меня пригласили. Вы с моей мамой практически одногодки, она на год вас старше. И я сегодня выступал в Центральной библиотеке Септовкарской перед кадетами. И дело в том, что они подготовили выставку ваших произведений, ваших книг. К вашему 75-летию. И в этой библиотеке не нашлось книги самой значимой, может быть, в вашем подчестве, перевода Куратова на русский язык. Самого обширного перевода на русский язык Куратова. И я так решил, что подготовил вам такой подарок. Вот эти стихи, которые вышли в этой книге, они были опубликованы и в антологии Живу сказкой исповедальной, в антологии православной духовной поэзии Республики Коми, которая вышла в свет благодаря Министерству национальной политики и благодаря Центральной партии. Надежда Александровна Мирошенченко тоже помогала в выходе этой книги. И здесь есть благодарность от владыки на ее имя. И я хотел бы прочесть те стихи, которые вошли сюда. То есть, чтобы опубликовать перевод Куратова, о его православной, его духовной лирике, они были взяты вот из этой книги. И поэтому я вам эту антологию хочу подарить. Но прочитать перед этим. Отче, не тверди под солнцем. Отче, не тверди под солнцем. Ладно, все у Бога. Но скажи, что сам сегодня сыт и рад премного. Знаем, ангелы прекрасны, дьявол препротивен. Кончил речь ты не напрасно. Вот таким мотивом ты добавь в раю, конечно, всякий сыт. Всякий сыт плодами, а в аду голодный грешник клацает зубами. 1865 год. Юрий Андреевич, я очень достаточно хорошо знаю коми-литературу. По крайней мере, русское его направление. Могу определить, кто из писателей, живущих на территории Республики Коми, что стоит. И хочу сказать, что ваш роман «Спас на печоре» это очень замечательный роман, который очень о многом рассказал жителям Республики Коми. Очень о многом рассказал. Потому что когда я его читал, когда я писал о нем, я как будто бы прожил свою жизнь. Потому что я лесопунтовский, я из поселка, который родился под лагерной зоной. Я оттуда. Я видел это все. Я знаю. Я прожил эту жизнь, которую вы описываете. Огромное вам спасибо за то, что вы пишете вот ту литературу, о которой Елена Васильевна Козлова сказала на злобу дня. И когда я прочитал вашу повесть, вы, правда, назвали эту книжку романом, но я все-таки называю ее «Повесть Укровина». То, что сейчас происходит на границах Российской Федерации, это очень тоже сильная вещь, которая описывает такие моменты в жизни русского и украинского народа, на которые необходимо обратить внимание современным политикам. Большое вам спасибо за ваше творчество. Вот это я хочу вам преподнести. Ну, если я где-то достану переводы, экземпляр переводов Куратова, они в основном их разработали здесь, как я открываю. Библиотеку предоставлю. Потому что они вот делают выставку к вашему 75-летию и не могут найти этой книги. Она очень важная в вашем творчестве. Я сюда единственную книгу принес. Ее даже не было в музее. Илья Андреевич, разрешите, я сяду на место. Разрешите, я сделаю это бегом. И разрешите, все поднимут тост за ваше здоровье. Разрешите. Пожалуйста. Есть. Спасибо.